А что если сломается Nissan Leaf? Часто спрашивают у меня. Ведь в городе нет никаких станций техобслужения, никаких сервисов по ремонту электромобилей. А я всем отвечал, Nissan Leaf не ломается. И тут произошло одно но. На самом деле вся техника ломается, какая-то больше, какая-то меньше, какая-то собрана более качественно, какая-то менее качественно. Как раз Nissan Leaf относится к той технике, которая собрана максимально качественно. И действительно она очень-очень редко ломается. Что произошло у меня? Nissan Leaf перестал заряжаться. То есть я вставляю зарядку в 220, второй конец в гнездо автомобиля. Машина заряжается ровно 3 минуты. Я прям несколько раз засекал. Ровно 3 минуты заряжается и зарядка отключается. Были разные версии. И уровень охлаждающей жидкости, и нерабочая помпа. Все проверил, все в порядке. Уровень охлаждающей жидкости, помпа. Думал, может быть, в перегрев машина уходит, и срабатывает защита, и зарядка отключается. Такое тоже бывает. Все в норме. Но пробовал и ночью заряжать, и когда температура окружающей среды поменьше. 3 минуты отключается. Никакого эффекта. Действительно, у нас в городе нет никаких сервисов по обслуживанию электромобилей. В отличном, допустим, от Владивостока. И те, кто владеет здесь электромобилями, крайне редко сталкиваются с какими-то проблемами. И особенно с проблемами такого характера. Хорошо, что у нас есть всероссийский чат лифоводов. Очень много людей из Приморья и из других городов, где люди уже сталкивались с такими проблемами. Можно обратиться в чат, тебе всегда помогут, всегда ответят. Вот и я обратился в этот чат, полазил на разных форумах. Специалисты, которые уже с этим сталкивались, ответили, что это, скорее всего, проблема в ПДМ-блоке. Что именно там могло сгореть, неизвестно. Вот. Значит, мне ничто не остается делать, как только заказать новый ПДМ-блок с Владивостока и произвести его замену. Меняется он не так уж и просто. Там нужно снять сначала верхнюю крышку. Для того, чтобы открутить верхнюю крышку, нужно снять пластиковую защиту перед ломовым стеклом. Открутить эту крышку, потом открутить все провода и так далее, в общем. Вот. Ну, буду заниматься. Главное, чтобы это все помогло. Так, нужно снять предохранитель между первым и вторым рядом сидений, чтобы ток от батареи не подавался. Так, вот и крышка снимается. Ага, тут защелки. Все. Так. Тут дальше нужно открутить три болта. Вот он, значит, этот предохранитель. Крышку сняли. Сейчас буду снимать его, пытаться. Тут, в общем, сразу, если никто не делал до этого, не разберешься. Пошла. Вот здесь вот нажимаем сначала боковые, отводим в сторону фиксаторы. Ручку тяню вверх. Затем вот этот фиксатор. Когда наполовину дошла ручка, фиксатор нажимаем и дальше тянем вверх. И все, она снимается. Ну и вынимаем. Все, вот он предохранитель. Все, предохранитель, значит, в машине сняли. Здесь снимаем клеммы с аккумулятора 12-вольтового. Далее. Нам нужно снять вот эту вот крышку. Здесь вот болты идут по кругу. Здесь-то все легко мы подлезем. А задней части подлезть не удается, поэтому нужно снимать вот эту пластиковую жабу. Вот. Для того, чтобы его снять, вот здесь отщелкиваются клипсы. Их отщелкиваем как там две ножки такие одновременно вверх, верхнюю вверх, нижнюю вниз. И она вынимается легко. А вот здесь круглые клипсы, отверточка подеваем по бокам. Все, она уже у нас ходит. Для того, чтобы теперь ее снять, нужно нам дворники открутить, запомнить их положение, снять дворники. Она должна у нас выйти, по идее. Вот. После этого здесь есть вот эта металлическая конструкция. Ее тоже нужно будет открутить. Вот здесь болт, там болт аккуратно снять. И тогда у нас доступ появится к задней части крышки. Сейчас, в общем, это все снимаем аккуратно. Кстати, когда мы это снимем, здесь оголится стекло. Нужно будет очень аккуратно, чтобы не треснуло нигде стекло. Очень аккуратно работать. Сейчас снимем, открутим эти болты и дальше покажу, что там дальше будет. Так, все, сняли. Так, болты выкручены. Сейчас будем пробовать крышку поднимать. Все, наконец-то сняли крышку. Пришлось нам помучиться немножко с этим герметиком. Все, посмотрел я. Ну, визуально здесь я ничего не нашел, что где-то что-то перегорело. Нигде никакой черноты нет. Все схемы целы, все резисторы целы. И вот эту схему снимал, внизу смотрел. Ничего здесь не видно. Скорее всего, придется менять полностью весь блок ПДМ. Заказывать. Прошло три недели. ПДМ-блок пришел с Владивостока. Спасибо добрым людям с Приморья. Сейчас еду забирать блок. 26 килограмм блок этот весит. Еду в транспортную компанию забирать. Ну и поеду сразу же устанавливать. Дальше покажу, что там будет происходить, как. Надеюсь, все получится. Так, ну что, крышку еще в прошлый раз сняли. Теперь дальше. Начинаем откручивать вот так вот. Прочасовые стрелки по порядку. Все провода. Вот здесь разъем открутили. Здесь заземление. Вот здесь вот все провода держатся на одних болтах. На 10 очень удобно, то есть не перепутать. Здесь откручивается гайка. Идет разъем. Вот этот вот разъем заходит вот сюда. Здесь две гайки откручиваются. Дальше с задней стороны не очень удобно. Лучше использовать зеркало, чтобы, конечно, поудобнее все было. Я так и делал. Откручиваются вот здесь. Вот здесь два болта откручиваются. Вот здесь вот два болта откручиваются. С этой стороны крепление также болт. Здесь вот по два болта откручиваются. Здесь еще не болт на 10. И тут земля вот тоже еще одна. И вот они вот сюда были заведены. Вот здесь выходил провод. Отсюда вынимается. Отсюда вынимается. А вот с этой стороны, вот здесь с краю, идет у нас вот какой разъем. Пластиковый. То есть он по резьбе просто откручивается. Не очень удобно здесь подлазить, конечно. Тоже все открутили. С этой стороны трубка антифриза снимается. И здесь трубка антифриза снимается вот с этой стороны. Вот она на хомутах зажимается. И трубка, конечно, тоже прикипела. Тяжело, это очень снималось. Пришлось немножко помучиться, но сняли. Так, ну, в принципе, вот здесь вроде все. Теперь дальше. Вот здесь вот снизу. Здесь болт. Там болт, короче, по всему периметру 6 болтов. Головка та же откручивается. И дальше он должен подняться и отсюда выйти. Вот, и ставится будет новый. И собираться так же все в обратном порядке. Трубки подстанут с антифриза и разъемы все ставятся с землей. Потом нужно будет промазать снова герметиком и посадить крышку. Сейчас будем дальше делать. Это вот блок под ДМ, который пришел с Ладика. Коробка была вся потрепанная. Я переживаю, как бы там его в транспортной компании не кидали, не бросали. Потому что вся коробка была разбита, потрепана. Вот, его будем сейчас устанавливать. Так, когда все открутили, вот здесь вот не забыть. Сейчас покажу. Вот здесь вот находится такой якобы предохранитель. Он здесь, он тоже откручивается, он не даст вынуть блок. Его вынимаю, а потом еще после этого, вот там два болта нужно открутить. Только после этого блок поднимать. И так, если два болта, затем вот это мне открутить. Не подлезть на 13 болты. Тяжело подлазить. Все, сейчас будем блок поднимать. Вот так выглядит лифт со снятым, со снятым ПДМ-блоком. Все, блок поставлен. Заодно жидкость охлаждающую заменили. Осталось здесь поставить балку. Пластик на стекло. И будем пробовать. Ребята, в общем, поставил ПДМ-блок. Все работает, все отлично. Оказалось, действительно, проблема в нем. Я, конечно, немножко переживал, потому что неизвестно. Бывало и такое, что ребята меняли ПДМ-блок, а причина все-таки не в нем была. Но все хорошо. Все замечательно. Все включилось. Зарядку проверил, уже идет. Зарядил практически до 100%. Месяц я не ездил на лифе. Очень соскучился. Сейчас прям еду, наслаждаюсь. Я не хочу вообще вылазить из лифа. В ближайшие дни, наверное, только на нем и буду ездить. Значит, блок заказал я во Владивостоке. Благо, есть там хорошие, добрые люди. Отправили мне блок. Шел он три недели. Вот я вчера как раз его заменил. В процессе замены, значит, у меня произошло следующее. Когда я все уже собрал, полностью все собрал, включаю машину, у меня загорается табло. И все абсолютно лампочки, которые только есть на табло, все горит. И ошибки там разные. И все, все, все. Я сначала перепугался, неужели я что-то не так сделал. Вроде все проверял. Посидел, подумал. Думаю, что же делать-то дальше. Неужели все опять разбирать придется. Посидел, подумал. И тут я вспомнил, что один есть разъем, который, слава богу, можно скрутить и обратно вкрутить, не разбирая верхние крышки, потому что у меня уже было все собрано и крышка на герметик посажена. Этот разъем там единственный, там так называемая пластиковая гайка, которая вставляет сначала в паз и просто закручивается. Вот он как раз, этот провод со стороны лобового стекла заходит. Тут я это вспоминаю, бегу, прикручиваю, включаю снова и тут все загорается как надо, никаких ошибок и все заработало. Я просто обрадовался после этого. По случаям сразу же заменил охлаждающую жидкость, потому что после прихода из Японии в Лифе в этом я охлаждающую жидкость не менял. А как известно, в Японии в охлаждающей жидкости, в антифризе температура замерзания намного ниже, чем у нас. То есть там до минус 15 обычно, а у нас тут мороз бывает и побольше. Поэтому сразу же заменил. После того, как автомобиль включил, потом сразу же заработала помпа, то есть в систему ушла жидкость, еще раз подлил. Сегодня вот утром еще раз немножко опять долил. То есть немножко, плюс несколько раз последить и подливать жидкость, пока в норму она не придет. Причина того, что сгорел у меня родной ПДМ-блок, я так и не узнал, потому что вскрыл верхнюю крышку, визуально ничего не обнаружил. Это на самом деле за два с лишним года владения лифами у меня реально первая какая-то поломка на лифе. Никаких проблем вообще ни с чем не было до этого. Но всегда мы первый раз с чем-то сталкиваемся. Главное не бояться трудностей на самом деле. Когда начал разбираться, немножко побавился, что я не справлюсь. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Поэтому все получилось, все хорошо, все работает и слава богу. Если вдруг кто-то столкнется с такой проблемой, вот уже будете знать, от чего плясать, что менять и как это все делается, как все это меняется. Посмотрите. В принципе, ничего сверхъестественного сложного нет. Главное все внимательно потом подключить, все внимательно проверить. Разбирать очень удобно. Там практически все болты на 10 и есть там несколько на 13. И, кстати, большинство болтов одной длины, то есть их практически невозможно перепутать. Но я складывал там отдельно по порядку все болты и потом все поставил. Ну а я желаю, что вообще у владельцев лифа не возникало никаких проблем, чтобы они ездили и наслаждались комфортом, ездой от электромобиля. Потому что действительно это происходит редко, но лучше, чтобы это не происходило вообще. Всем спасибо, всем пока.